Эустома лизиантус Добрый день! Этот цветок называется Эустома лизиантус. Очень похож на розу. Эустома лизиантус. В культуре встречается один вид Эустома – расцела. Другое название – ирландская роза. Ценится как красиво цветущее растение для клумб. Используется для срезки. Новые низкорослые сорта популярны в комнатном сетоводстве. Их используют как однолетние растения для озеленения балконов и террас. Многочисленные сорта отличаются окраской и формой. У нас Эустому лизианту сначала выращивали как комнатное растение. Но вскоре стали использовать в качестве садового однолетника. Цветы Эустомы по форме напоминают классическую розу. И бывают простые и махровые. Окраска белая, сиреневая, синяя, розовая, красная, пурпурная. Известны двуцветные и окаймленные разновидности. Для выращивания в домашних условиях можно высевать семена в конце зимы. Или покупать весной рассаду с бутонами в горшках. Цветки проявляются летом. После основной волны цветения, ближе к осени, наступает вторая. Эустома светолюбивое растение. Ей подходят ярко освещенные помещения с некоторым количеством прямых солнечных лучей в течение суток. Родина Эустомы – Центральная Америка, где теплый и влажный климат. Это нужно обязательно учитывать при выращивании ее. Эустома предпочитает умеренную влажность. Сухой воздух переносит плохо. Поливают по мере подсыхания верхнего слоя. В период активного роста и цветения подкармливают комплексными минеральными удобрениями для цветущих растений дважды в месяц. Эустому чаще всего выращивают как однолетние растения. Поэтому пересадка нужна только при выращивании из семян. Семена высевают в феврале, слегка вдавливают в грунт и опрыскивают из распылителя. Делением куста можно размножать, но при этом растение болеет, так как плохо переносит повреждения корней. Эустома мало поражает совредителями. Горький цветок им не по вкусу. При появлении вредителей для белокрылка эустому обрабатывают инфектицидами. Ну чисто, роза. Всего вам доброго и до свидания.